Северо-Енисейский район Для инфраструктуры месторождения ощутимый шаг в сторону увеличения золотодобычи в крае и стране. За прошлый год на карьере Благодатной было добыто почти 14 тонн золота, а можно еще больше. Для этого и нужно усилять процесс золотодобычи. С появлением новой пятой фабрики объем добычи золота увеличится в среднем где-то на 9 тонн в год. Ну и конечно это рабочие места, сразу 356 и миллиардные отчисления в краевой бюджет. Для региона это 24 миллиарда рублей консолидированного бюджета до 2031 года. Из них порядка 17 миллиардов пойдут в бюджет края. Сейчас на стройплощадке почти готов контур будущего здания и вспомогательных корпусов, например, подстанции в 110 киловатт. С середины 2023 года начнется монтаж оборудования. В компании заверяют, все по графику, сдачу объекта планируют в 2025 году. Это удвоение практически переработки минерального сырья по месторождению благодатного. Наращиваем в два раза, но при этом остаемся в достаточно компактной оптимальной схеме. Здесь единичное оборудование, оно будет гораздо больше мощности. Губернатор отметил, новая фабрика – перспективный проект и для компаний, и для края. В текущих условиях компаниям важно не останавливать свое развитие. Это объект, который входит в наш КИП, Енисейская Сибирь. Несмотря на все сложности, связанные с международной обстановкой, работа по этому объекту идет полным ходом. Золото Олимпиады – это жемчужина нашей золотодобывающей отрасли. Северо-Енисейский район – это опорный, безусловно, район Красноярского края. Детский сад Иволга показали и построенный недавно спортивный комплекс. Поличная форма на сегодняшний день составляет 59 поем. В ходе визита глава посетил терапевтическое отделение Северо-Енисейской районной больницы. Пациентов размещают там в старом корпусе 32-го года постройки. Необходимость в возведении современного корпуса, в том числе с родильным отделением и реанимацией, очевидна. Губернатор поручил Министерству здравоохранения ускорить согласование медико-технического задания. Стоимость проекта порядка полутора миллиардов рублей. Глава региона высказал надежду, что компания «Полюс» сможет стать одним из источников финансирования и поддержит стройку. Все проектные решения по новому больничному корпусу должны быть завершены до конца этого года. Анастасия Цыганова, Сергей Польшаков. Новости Прима.